добрый день сегодня поговорим о полистовании что такое и что из него можно сделать полистованный то искусно созданный материал на основе полиэфирной смолы и микрокальцитом что такое микрокальцит микрокальцит это мраморная мука как он выглядит он выглядит следующим образом этот микрокальцит это мраморная мука полиэфирная смола полиэфирная смола с выглядящим образом вот ее название приобретая в нгк маркете внешний вид следующий вот ведро запах имеет ужасный работать хорошо проветриваемых помещениях и при наличии средств индивидуальной защиты обязательно дальше что будем использовать за оборудование самое главное это у нас весы весы рекомендую название их приобретал на алиэкспресс ссылку оставлю под видео взвешивать до 3 килограмм деление 0 1 грамм весом 4 года батарейку ни разу не менял дальше первым делом что мы нам должны надо сделать будет это отмерить количество микрокальцитов на данную форму сейчас покажу форму отливать будем форма небольшая золота сова доктор уйдет примерно 300 грамм смеси замешиваем полиэфирную смолу с микрокальцитом в пропорции две части смолы к одной части микрокальцитом разные технологиях делают по-разному некоторых случаях когда ваша фигурка не имеет какие-то углублений поднутрений можно до 70 грамм 80 процентов микрокальцита добавлять на на смолу бывает что один к одному замешивают все зависит от сложности вашего рельефа рассказываю про тот случай когда у вас точно все получится все прольется дальше вы можете в этих с этими пропорциями экспериментировать как вам удобно экономя полиэфирную смолу замешиваем на нашу фигурку 300 грамм состава которых войдет 100 грамм микрокальцита и 200 грамм полиэфирной смолы сейчас вмеряем 100 грамм микрокальцита 100 грамм убрали так работать с полиэфирной смолой желательно желательно только средствах индивидуальной защиты обязательно у вас должен быть респиратор и должны быть перчатки одеваем перчатки берем тару-то желательно чтобы у вас было пластиковая нуля и вес тары и отмеряем 200 грамм полиэфирной смолы а 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 сейчас все это дело тщательным образом перемешиваем то есть у нас есть смола дает кадр попадаем так попадает у нас есть мало у нас есть микрокольцы то же самое что и с гипсом размешиваем смолу высыпаем микрокольцы все это перемешиваем очень очень тщательным образом чтобы не было комочков это важно это важно или металлическим или металлическим шипателем почему именно им потому что его удобно в дальнейшем очистить и работать повторно им же деревянный или пластиковый возможно придется после этого выкинуть металлический практически вечер перемешали теперь даем какое-то время получили что-то наподобие такой густой сметанки постоять чтобы пузырьки воздуха которые находились у нас микрокольците вышли микрокольцит полностью пропитался смолой дальше готовим форму форму готовим при помощи разделительной восковой смазки чтобы нашей форму хватило на большее количество съемок стряхиваем ее и собираем также подготовим плоско ровное основание для нашей силиконовой формы тоже обработаем его разделительным составом чтобы полистом не прилип еще раз перемешиваем и Ставим на весы. Включаем их. И теперь можно будет добавить туда отвердитель. Помним, что смолы у нас всего здесь 200 грамм. Для полиэфирной смолы отвердителя надо на каждые 100 грамм 2 грамма отвердителя. Здесь у нас 200 грамм. Нам надо бы добавить 4 грамма отвердителя. Выливаю сначала в крышечку. А потом уже в нашу смесь. Эти весы позволяют это делать. В другом случае вам пришлось бы использовать шприц. Шприц периодически забивается и пользоваться им неудобно. После того, как мы добавили в наш раствор отвердитель, срок жизни его до желтинизации, примерно 12-15 минут. За это время нам надо его перемешать и залить форму. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Уливаем нашу форму. Теперь самая веселая часть процесса, которая займет ваше основное время. Это необходимо перекатывать нашу смесь, наш полистован в форме, таким образом, чтобы он заполнял все поднутрения, углубления. Я думаю, видно, как это все дело происходит. И так вот, таким вот образом, на протяжении 12-15 минут. Чтобы сократить как-то это время, кручение в руках, есть два способа. Первый. Добавить количество отвердителя побольше, и тогда процесс сократится. И второе. Второй способ. Это, когда вы берете и даете этому составу, после добавления отвердителя, немножко постоять. Тем самым сократите ваше время вращения в руках. Теперь аккуратно вращаем и смотрим, как состав заполняет, распределяется по стенкам нашей будущей отливки. Ну, и бывают такие вот подтеки. Чтобы этого, конечно, избежать, можно сделать следующим образом. Закрыть нашу форму. И поворачивать вот таким вот образом. Для того, что состав наш не такой ужидкотекучий, как вода, к примеру, или как гипс, он у нас не потекает. Через нашу ДСП ламинированную. И таким вот образом вращаем, крутим 12-15 минут. Позже покажу результат. Так, что у нас получилось? Забыл сказать, что при вращении нашей формы, когда вы видите, что материал становится более густой, более тягучей, надо будет накрыть ее крышкой и плавненько перевернуть, чтобы весь материал, который еще остался в жидком состоянии, стек на плоское основание и сформировал тем самым наше дно. Теперь начинаем разбирать, доставать и смотрим, что получилось. Процессия сливки. Получилась у нас вот такая вот отливка. Отливка еще горячая. Время прошло примерно минут 45. От момента замешивания до момента расформовки примерно 45 минут. Вот такой прекрасный зверь. Получилось небольшое количество тут облоя, которое легко выбирается. Где-то у нас тянется. Я думаю, результат более чем удовлетворительный. Следующий момент при производстве изделий из полистованного. Это, конечно же, покраска. Покраска. Есть несколько способов подготовки нашей отливки к покраске. Первый. Если у нас производство штучное, можно обработать наше изделие вручную. Метод называется механический. При помощи наждачки зернистостью, к примеру, 180 грифт, мы просто проходимся по плоским и ровным частям нашей модели, чтобы там сформировались небольшие неровности на поверхности, за что краска могла зацепиться. Это один из способов. Подготовки нашей модели. Еще один есть вариант. Это когда нашу отливку на некоторое время опускаем в раствор. Не в раствор даже. Опускаем или обрабатываем при помощи растворителей и ацетонов. То есть на поверхности возникает такая пленочка жирная, которая не дает зацепиться краске. То есть как бы восковая пленка или что-то такое. Благодаря этому краска не ложится и стекает с поверхности нашей отливки. Чтобы ее убрать, два способа. Первый. Механический при помощи наждачки. А второй уже при помощи химии. Химический. То есть смываем. Еще есть один химический способ, чтобы меньше дышать всякими параметрах, растворителей и ацетонов. Это при массовом производстве тоже используется. Что второй химический способ. Что третий химический способ. При помощи щелочей. То есть это у нас смоющие средства для посуды, порошки и все остальное. При помощи их тоже можно удалять. Вот этот жирный слой с поверхности отливок. С отливкой разобрались. Следующий этап это снова сборка нашей формы и снова заливка. Но какую особенность я заметил? Когда идет процесс желтинизации, так скажем, или кристаллизации нашей будущей отливки, выделяется большое количество тепла. И наша форма силиконовая тоже нагревается. Она горячей становится. Когда вы повторно в горячую форму начинаете заливать, то там получается брак. Процесс ускоряется. В результате... Процесс затвердевания полиэфирной смолы ускоряется. В результате... Внутри нашей будущей отливки образуется ком, который неравномерно распределяет материал по стенкам. В итоге получается брак, дыра. Так что... Какой совет? Не советую... Да, не советую... Заливать в горячую форму. То есть дать ей возможность подышать. После того, как она достигла комнатной температуры, второй раз обрабатываем разделительным составом, собираем форму и заливаем повторно. Вот так вот следует. То есть... Первое. Открыли форму, обработали разделительным составом, залили материал, поработали с формой, 45 минут она в ней находится, полистован, разобрали форму, форму расформовали, достали, обрабатываем, чистим, форма наша дышит. Подышала, достигла комнатной температуры, обработали второй раз составом, собрали форму, залили и по второму кругу. Только таким образом. Это личный опыт, мое личное наблюдение. И это работает. Вот вся, наверное, технология изготовления отливок из полистованных. Надеюсь, что вам она будет полезна и вы сможете ее применить в жизни и на этом заработать. Спасибо за внимание. До свидания.